приветствую всех сегодня я выставляю пятый фильм из серии фильмов о священной долине нинков примерно 45 километрах от куска на высоте 3100 метров расположен небольшой городок в котором живут примерно 6000 жителей занимаются эти жители сельским хозяйством занимаются скотоводством и этот городок называется андахуалилас то есть немножко тяжело выговорить находится в андах в этом городке располагается церковь которую знают во всем перу ее даже называют сикстинская капелла америки из-за красивых фресков церковь святого апостола петра но мы приехали в город не для того чтобы посетить церковь хотя тоже очень интересно мы приехали в музей маленький региональный музей и я предлагаю вам тоже со мной вместе посмотреть этот музей музейчик совсем маленький но его организовала рената дайвила это антрополог уже знаменитый трополог потому что он нашел эту мумию на священной горе где появляются у меня шарик еще раз повторюсь мумия одна из мумий их было две объединена сильно лисами вот и поэтому сохранилась наиболее вторая и вот по второй по системе герасимова поляки установили его истинный облик каким он был сейчас вы это увидите это то чем они работают до сих пор это сейчас девчата зайдут это только чем до сих пор крестьяне работают собственно говоря этим находится поле плуг да это то что крепится за перед плугом чтобы тянуть его сейчас до сих пор при мне вот где живут а не копать вот этим палками копалка на которых больше похоже на штык потому что камни выворачиваются земли не разумею лопатой невозможно а теперь смотрите здесь расположены три десятка кукурузы где-то видов на самом деле около 350 видов кукурузы существует они все разные беру это тоже родина как и мексика родина кукурузы кукурузу подарили боги считаются вот это одни из малых початков которые считаются предками вот этой большой кукурузы но у них тоже нет начала нет связующего звена с другими зернами такими и кукуруза красиво если при рассмотрении она очень такая разнообразная особенно здесь на основе белой кукурузы где вот этой кукурузы делается как раз напиток который раньше здесь на перу был священным и вот или вот из таких чаш кушанных по кругу и кстати круговое питье это было везде и на руси это было и у вас наверное там было и вегипте было и везде это было вот поэтому это все одни и те же традиции вот здесь кувшина в чем это все хранилось и даже вот эти печки используются до сих пор это сейчас даже продают на любом рынке вы можете купить такую печь они устанавливают у себя около дома на ней все делают это абсолютно нормальный это ритуалы которые здесь работают с помощью хоки это шаманский публик сделали это высокогорные шаманы используют гаври на которых лежит все что необходимо пришедшему к ним за помощью человек тебе нужна еда у тебя не хватает здесь будет у тебя представлена еда тебе не хватает монет каких-нибудь обязательно будет вот лежать монетка не будет хватать еще чего-то соответственно это будет стоять здесь вот и эти шаманы с помощью коки они завивают рот кокой начинают жевательнее закатываться глаза назад белки глаз только они быстро быстро начинают наговаривать молитву заговор вот и после этого их язык начинает вибрировать они сдают себя великому духу говорят или матери земле зависимости да сдают себя великому духу и у них начинает язык вибрировать и быстро быстро на кончике языка рождается правда и начинает говорить говори говори говорить что у тебя за проблемой что как лечится и начинать потом сдувает тебя все эту энергетику и это их надо искать это высокогорные шаманы не случайно здесь необычно это вот ритуалы говорят так они возносят хвалу всем своим духом горному Апу великому духу возносят матери земле духу рек обязательно вот и с этого момента начинается церемония и обвязывается чтобы это все не распадался обвязывается и все таким образом захоранивали и это курение специальное чтобы дух который уходит из человека шел с помощью этих курений умиротворенный когда он идет умиротворенный он попадет туда куда нужно на них страшные миры какие-то и теперь самый главный зал итак смотри 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 заходи это интересно вот это две мумии которые были найдены одну объели лисы видно что он фету остался вот и вторая мумия более-менее сохранилась очень хорошо у нее длинные конечности развиты у нее развитые зубы обратите внимание отсутствие ушных раковин обратите внимание на это дальше открытый родничок он никогда у них не закрывается вы же находили такие мумии это пульсация мозга вот этого идет в открытую то есть как будто это самая сверхчувствительность повышенная огромные глазницы и малые носовые перегородки то есть не такие как у человека по сути вот теперь вытянутый череп обязательно полностью заполнен озером мозга массой ноги вот и когда приехали сюда поляки они это самое вот эта экспедиция была они брали эту мумию на экспертизу они действительно подтвердили это не человек то есть тут домыслы такие ходят что это самое это уродец какой-то и так далее никакого уродца тут нет вот он нашел его на священной горе их двое видимо что-то произошло они там остались и погибли вот и одного съели лиса второго таким образом остался и когда они восстановили поляки это существо то получилось вот это посмотрите посмотрите сюда вот восстановлено сейчас я покажу снимайте вот так вот это перенат ударило это вот мой хороший знакомый он очень больно раньше он сам показывал это и вот восстановленный образ облик этого существования это так как он выглядит это это и то что крестьяне называют подземные жители серые то что принимают ученые за инопланетян это еще одни жители земли пардон всего лишь на все и прозвали его Накечу вот этого малыша значит прозвали вайки вайки означает Накечу брат и это не случайно потому что они тоже считают их братьями просто встречаться с ними лучше не надо считается потому что они заманят гору а потом ты оттуда может уйдешь а может не уйдешь а вот здесь вот сейчас покажем сначала старт ага из него надо посмотреть вот это вайки действительно является не таким как мы то есть у него генетика несколько другая вот а это уже имитация черепов под других но в паракасе вы обнаружите что Перу является одной из самых загадочных стран по поводу количества вытянутых и трансформированных черепов дело в том что часть их черепов уже наши ученые подозрили русские в том числе Андрей Жуков они хотели забрать большой материал отсюда для того чтобы исследовать на предмет обсели черепа вытянутые человеческие трансформированные точнее черепа вот потому что генетика этих людей может казаться совсем неоднозначной по той причине что такого количества не может быть нет таких людей сейчас в таком количестве с вытянутыми черепами но одновременно некоторые племена имитировали эти черепа и вытягивали до сих пор племя Шипидо от которого пошла Иуаска собственно говоря у них скошенные черепа вот этого типа сейчас я покажу его вот у них вот такие черепа еще им сейчас правительство запретило детям портить голову да у них такие черепа и они вынужденно стесняются им вбили в голову что это некрасиво и они прикрывают эти черепа челкой длинной челкой вот здесь но вот это Шипидо у меня есть такие шаманы они все с этими черепами вот но у них имитация а есть люди или были точнее существа или люди или как их называют гуманоиды у которых эти черепа были природные вот в чем дело опять-таки соотносимся с фараонами у которых теара вот эта шапка прикрывала вытянутый череп у фараона вот и теперь вы познакомились с Уайки он написал книгу там книга продается если захотите на английском на испанском на русском еще нету он познакомился и он сам считает он посчитал что они прилетают потому что он итальянского происхождения он такой европейзированный антрополог он да здесь родился но их верование это не его верование он считает что это они а есть люди которые считают что это не те которые прилетели живут здесь но у них есть эти технологии которым есть третье как крестьяне считают что нет никаких технологий они живут у себя там и лучше их не трогать вот и все вот а это письмо Кипа знаменитое как оно выглядло по узелкам по цвету по длине ниток по цвету их по количеству узелков, совмещение этих узелков друг с другом, это было вспомогательное письмо для памяти. И теперь вспоминаем, в русском языке сохранилась фраза «Узелок на память». Узелок на память. Значит, у нас тоже это было. Больше 30. Бежал человек, по всей видимости, ну не факт, никто тоже не проверял, потому что одни вытянули себе черепаха, как показаны на рисунке, а другие могли родиться с ними. И вот здесь это упоминается, у кого были такого рода измененные черепа, владели особой возможностью, прежде всего целебными и телепатическими. И поэтому, возможно, имитация играла такую большую роль, чтобы думали, что если они владеют этим, мы тоже овладеем. И отсюда же, помните, я рассказал, теория такая родилась, что если инки мумифицировали, это значит, что у них была память о чем-то, схожем с самадхи, глубоким погружением, и человек садился в позу лотоса или как-то он хотел, и для всех он умирал, но его душа жила, вот, и таким образом, здесь забытый этот вариант, этот забытый вариант выразился в том, что мумия находится в сидячем положении, и они мумии. И, кстати говоря, око было найдено совсем недавно в гробницах фараонов, вот что интересно. О, это мы видели, да, это типо, это форма захоронения, которую вы увидите в Парахасе, в пустыне Наска, а, да, это орел. А вот так вот, вот так хранили? Да, это как хранили, там вы видите такие выкопанные колодцы глубоко, и они вот там в сидящем положении, по нескольку человек иногда, вся семья, семейные. Это церковь Святого Петра, которая вот здесь, и под церковью нашли вот эти вот камни с изображением спиралей, змей, но они грубые, и видно, что это народы, которые тоже посвящали, пытались понять эту систему верования, связанных с измененными темами. Он написал Ренату Давила, она полна фотографий, это звездный мальчик, его череп находится в Паракасе, вот в музее черепов, как раз, можно увидеть, он называется Child of the Stars, то есть звездный мальчик, там действительно трансформация очень странная, и в Паракасе я рекомендую, если музей сейчас открыт, то это стоит посмотреть. Находили разных таких, кстати, они очень в разном состоянии были, но это один из самых таких вот известных ставших. И вот, как то с Сан-Педро знаменитый, это испанцы его назвали Сан-Педро, потому что ключи отравили у Святого Петра, а на самом деле называется лачума, это сильнейший галлюциноген. Галлюциноген, это на латыни галлюциноген, а если тогда буквенно перевести, по-испански это звучит алюсинохину, а люсинохину просветленный, да буквенный перевод просветленный, просветляющий. Он молодец, он сам организовал, из ничего, музейчиков очень маленький, компактный, но интересный. Это так называемые региональные музеи, или даже провинциальные. Напишите в комментариях, а что вы думаете о том, что только что услышали? какое ваше мнение, какие ваши предположения? Ставьте лайки и смотрите предыдущие и последующие фильмы, было и будет очень интересно. Всем привет! Вы смотрите наш канал? Вам нравятся наши фильмы? Ставьте лайки! Обязательно пишите комментарии. Пишите, что улучшить в наших фильмах. Как сделать наш канал более интересным. И подписывайтесь на него, чтобы ничего не пропустить. Всем привет! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!